Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат в отделе наград наук и в этом видео-подкасте поговорим о пользе молочных продуктов для щенков. Очень часто можно услышать, что молоко для собак вредно. Это не совсем так. Молоко в чистом виде нельзя давать взрослым собакам, а в рационе щенков обязательно должно быть молоко и молочный продукт. Для маленьких щенков до 3-3,5 месяцев молочные продукты являются одними из основных продуктов питания. На молоке приготавливают кашель для щенка, либо скармливают его отдельно. Молоко для растущего щенка является богатым источником белка, кальция, да и не только. Белок – это основа роста клеток, строительный материал для них. Кальций – база крепости костей и зубов щенка. Акцентирую ваше внимание, что молоко во многом идеальный продукт, в котором оптимально для молодого организма сочетаются жиры, белки, улеводы, минеральные вещества, витамины. Из-за такого состава молоко хорошо всасывается и переваривается. Особенно полезно козье молоко. Оно по своему составу больше походит на сучье. При этом козье молоко еще и способствует усвоению кальция из других продуктов. Однако помните, что молоко полезно до поры до времени. В молоке содержится лактоза, которая расщепляется специальным ферментом – лактазой. Этот фермент присутствует у всех щенков. Молочный сахар и лактоза – сам по себе чрезвычайно полезное вещество. Лактоза – это источник энергии, нормализует кальциевый обмен в организме, поддерживает нормальную микрофлору кишечника, способствуя росту лактобактерий, предотвращающих гнилостные процессы в кишечнике, мощный стимулятор нервной системы, средства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Все это усиливает пищевую ценность молока для щенков. Но через некоторое время выработка лактазы организма прекращается, и организм оказывается не в силах переработать молочный сахар. При этом лактоза в неизменном виде попадает в тонкий отдел кишечника. Бактерии, находящиеся в этом разделе кишечника, расщепляют молочный сахар, что сопровождается возникновением большого количества газов. Итогом всего этого процесса являются вздутие и расстройство деятельности кишечника щенка. Поэтому, как только молоко начинает вызывать у щенка или у молодой собаки расстройство, сразу же следует заменить его молочнокисленными продуктами. Помимо молока, щенка кормят кефиром, простоквашей, творогом, йогуртом. Эти продукты вы можете приготовить самостоятельно, это просто и не дорого. Нужны только молоко и закваска. Изредка в кашу или молочные продукты полезно класть чайную ложечку меда. Можно положить в этот же кефир или йогурт, кусочки морковки, яблок или орехи. Не у всех щенки любят рысь яблоки, поэтому смысловые хитрости есть. Если наблюдаете послабление студа у щенка, то, быть может, это вызвано кормлением щенка жирными молочными продуктами. Попробуйте давать в пищу менее жирные продукты, но не кормите щенка совсем обезжиренными молочными продуктами. Это тоже не совсем хорошо. Помимо скармливания обычного нежирного творога, обязательно приготовьте кальцинированный творог. Он намного полезнее и приготовить его совсем не сложно. Для этого закипающее молоко при постепенном помешивании добирает 3-4 ложки хлористого кальция на 1 литр молока. Как только молоко свернется, его снимают с огня. После остывания образовавшийся творог шумовкой можно переложить в щенячью миску. Оставшуюся сыворотку дайте щенку вместо питья. Этот рецепт хорошо зарекомендовал себя на протяжении очень длительного времени. Еще с тех пор, когда никто у нас еще и не знал ни о каких ни добавках, ни о хороших витаминах. Резюмивая, я скажу, что молоко для щенков – продукт очень необходимый. Это незаменимый продукт, но до определенного возраста. Как только увидите, что дача молока у подросшего щенка вызывает непереносимость, то сразу же переходите на молочнокислые продукты. Не скажу, что видимая непереносимость будет у 100% подросших щенку или взрослых собак. Не обязательно. Но если для щенков молоко – это один из основных продуктов питания, то для взрослых собак это самый обычный продукт с обычной пищевой ценностью, который к тому же может вызывать расстройство пищеварения. Поэтому особого смысла в даче молока взрослым собакам нет. Молоко – это продукт для маленьких. Вот и все, что касается пользы молочных продуктов для щенков. А пока всего вам доброго. Здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч.